Приветствую, любители цветов! Вам знакомо это растение? Агапантус. Прекрасное растение, относящееся к отдельному роду агапантусовых. И родина этого растения – южная часть Африки. Если вам не знакомо это растение, приглашаю! Агапантус – растение вечно зелёное. Оно может расти как в саду в открытом грунте, но только летом, так и в горшках. Летом выставляете, зимой заносите. Это вечно зелёное растение. Оно очень красивое, имеет сочные зелёные листья, мощную корневую систему. И летом оно выкидывает огромный стебель с цветами, раскрывающимися в виде шара. Вы видели, сколько оттенков? В основном голубоватые. Это растение мне подарили. И это растение всегда находилось у меня в горшке в оранжерейке зимой, а летом я его выносила на улицу. А осенью 2020 года я его занесла в погреб. И, конечно, оно перезимовало там 23 января. А, впрочем, смотрите, как оно выглядело на то время. Находилось оно в погребе с ноября месяца. Видите, что листочки обесцвечены, без света находилось. Провести столько времени в погребе поливать пока не буду. Пусть пока придёт в себя. Хотя грунт, если приглядеться, довольно сухой. А это, видите, это резомы Ахименоса. Ахименос попал ко мне именно с этим растением. И потом я его уже размножила. Но резомы ещё спят, так как находилось это растение в погребе. Всё, буду наблюдать. 23 января 2021 года. Мне подарили это растение, привезли из Италии. И каждый год его надо заносить осенью в тёплое помещение. Оставляла несколько лет его в оранжерейке. Но в прошлом году осенью занесла в подвал. Прошло довольно много времени. Агапантус выглядит вот так, вполне здоровенький. В этом году я решила его посадить весной в грунт, а потом выкопать. Конечно, в тёплых странах зимует прекрасно в грунте. Я видела на корсике это растение. Никто его не выкапывает, никто не заносит. В Италии тоже самое. Корни у него мощные. И дал он уже два отростка, довольно крепеньких. Поэтому будет довольно красивый куст. Растение неприхотливое. Паразиты его не любят. Уход удобрять раз в 10 дней в весенний-осенний период. И оно будет свисти как во дворе, так и в доме. Растение вечно зелёное, красивое. Поэтому, если я вас влюбила в это растение, приобретайте и устанавливайте у себя на балконе, в доме. Оно заслуживает того. А летом я покажу, как оно будет цвести. И какое оно будет роскошное. Всего доброго! С вами Екатерина Снытко, Молдова. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok